Всем привет! И сегодня будем говорить про велосипеды. Вот он мой конь, на котором я передвигаюсь по деревне. Он у меня простой, без ручного тормоза, потому что, ну, ребенок будет нажимать. Он у меня сидит на сидении. И так мы все время все пытаемся здесь нажать. У меня здесь еще видеорегистратор, который я прикручиваю. Вот я его приспособила на звоночек. Сидение я здесь купила, причем в том году пыталась купить сидение, не смогла. В результате я покупала в Москве и привозила его сюда. То вот сидение, которое у меня было до этого, год назад, у него вот вроде бы казалось, вот здесь вот прикрепляются у ребенка ножки. Они фиксируются, но фиксатор реально не работал. Здесь ремни безопасности, ремни безопасности реально не работают. Поэтому вот в этой системе, да, мне хотелось бы вот чуть-чуть пристегнуть ребенка и хотелось бы хотя бы поясной, чтобы был ремень. Я даже вроде хотела что-то приспособить, но так и ничего не сделала. И в результате, когда я еду, если кто-то смотрел велоболтун, мою серию, то я все время говорю, поставь ноги, держись двумя руками. И таким образом мы передвигаемся. Причем, когда я еду из-за этого сидения, у меня ноги в раскоряку. Я очень долго привыкала, у меня болели мышцы от того, что я раздвигаю вот так ноги, чтобы поместиться с этим креслом. Ноги достаточно широко, непривычно расставлять. Но я зато очень довольна своим велосипедом, ну, самый обыкновенный стелс. Первый раз, когда я приехала в Рудню, практически велосипедный транспорт был не развит. И мне такие, а пошли пешком. Я такая по наивности, по своей, ну, пошли пешком. Два часа мы шли пешком через лес. На самом деле, расстояние здесь огромное. Она вытянулась вдоль реки, вдоль леса, через лес напрямую к короткой дороге. Это очень далеко, тем более свежий воздух для городского человека. Это безумие какое-то. Мне было плохо просто от переизбытки кислорода. Поэтому ходить пешком для местных жителей нормально. Я до сих пор смотрю, жара 35 градусов, и кто-то чапает пешком. Я понимаю, что ему километра три идти пешком с одной стороны, потому что здесь есть такое разделение лесхоз, и нет вообще никаких домов. Мы на машине мимо проезжаем, и я понимаю, что человеку идти реально еще полчаса, и он спокойно идет, и он это делает каждый день. Да, вот они привыкли ходить пешком. Иногда из деревень, запросто, 5 километров в соседней деревне пойти пешком в школу, это тоже считается нормально. Поэтому велосипед – это достаточно большая роскошь. И мы одни из первых таких велосипедистов. У нас был и скоростной велосипед, там разные были варианты. Но вот в данном случае у меня сейчас простой. Раньше велосипед здесь купить было практически невозможно, сейчас их продают достаточно свободно. Кто самые основные велосипедисты? Это женщины. Да, их больше. И когда я здесь передвигаюсь со своим ребенком, он у меня в шлеме, и это всех удивляет. То есть не удивляет сиденье, потому что кто-то что-то приспосабливает, кто-то нам сзади едет. Но когда я появляюсь с ребенком в шлеме, каждый человек пытается остановиться, поговорить об этом, потрогать его за голову, и просто смеются. Я не знаю, такая реакция бурная на этот вот шлем. Еще одна интересная вещь. То есть я у многих корзины, да, но практически я одна с рюкзаком на велосипеде передвигаюсь. Потому что вот, ну да, удобно. Можно увидеть там на каблуках и на велосипеде, это запросто. В юбке на велосипеде это запросто. Когда я пришла покупать спортивную обувь для велосипедистов, ну потому что, ну удобно на велосипеде, сандали, на меня смотрели удивленными глазами. Я объясняла, ну на велосипеде же удобнее, чтобы нога была зафиксирована. Да. То есть я была такая вот странная женщина. Причем вот эти вот городские люди, да, они в основном покупают у них велосипед, может стоить как машина, и к нему аксессуары, всякие бутылочки и так далее. Здесь велосипедов таких хороших нет. Самые-самые простые. Причем самые интересные велосипеды, это велосипеды рыбаков. Таких раритетов я не видела нигде. Мне кажется, на них еще ездили в Великую Отечественную войну, судя по ржавчине. Но они едут, и самое интересное, их как-то чинят. Причем купить запчасти нереально. Для таких велосипедов как-то это что-то вытачивается. Ну вот у меня была тема, сделай сам. В общем, эти велосипеды в отличном состоянии, судя по тому, что они еще могут передвигаться. Их достаточно много. И вот я все время с таким трепетом наблюдаю, думаю, ну здесь можно создать музей велосипедов. Нет велосипедных дорожек, это понятно. Но интересно, что есть стоянки для велосипедов. Причем меня удивила стоянка для велосипедов около библиотеки. Это очень интересно. Вот около библиотеки велосипедные. Библиотека. Пожалуйста. Стоечка для велосипедов. Причем я, когда подъезжаю к поликлестке, я поднимаю руку, ну что я поворачиваю направо, налево, потому что я на дороге это делаю. Но я все время думаю, а кто-нибудь поднимает, что я руки-то поднимаю? Кто-нибудь знает, что я вообще делаю? Но оператор смеется сзади, да, потому что он, наверное, тоже так думает, когда передвигается. Очень много детей на велосипеде, и они хозяины дорог. Попробуем автомобилист. Как-то перекроем ему дорогу. Самое главное – это велосипедист. И в следующую, одну из следующих серий я посвящу именно автобиблиотеку. «Автобиблистом», потому что я много и передвигаюсь и на автомобиле. Всем пока! Таня Вартанин и сериал «Городские».